Еще раз добрый вечер, дамы и господа, у микрофона Юрия Пронькова, программа «Сухой остаток» радиостанция «Финам-ФМ». Сегодня у нас будет очень интересная с вами тема. Мы сегодня будем информационную блокаду прорвать. Вместе с моей гостьей, очень эффектной дамой, но которая является экономистом, и не просто экономистом, а уже написала достаточно серьезную книгу, с которой, слава богу, у меня была возможность, как и у вас у всех, есть возможность с ней ознакомиться. Это Лариса Буракова, автор книги «Почему Грузии получилось». Лариса, добрый вечер. Здравствуйте, Юрий. Спасибо вам огромное, что согласились прийти. Я единственное, в самом начале напомню средства коммуникации для слушателей. Свои вопросы, Ларисе, комментарии по теме программы 6510996, код «Москва-495», это многоканальный телефон. www.finam.fm – это наш сайт в интернете. Забрасывайте, закидывайте, дозванивайтесь, высказывайтесь. Тем более, вот смотрите, Лариса, так получилось, так совпало, да? В Грузии сейчас происходят определенные события. Мне сложно судить, на самом деле, о том, что происходит в этой стране, но я вижу на государственных российских каналах Нино Бурджонадзе, я вижу митинги, я вижу людей с какими-то палками, что меня, конечно, так вот ошараш... Я не вижу Михаила Саакашвили вообще, ни в какой постаси. Единственное, что нам сообщают, он за границей, или был за границей в Венгрии, и там, и так далее. Вот ваше мнение, что сейчас происходит в грузинской столице? Ну, мои ощущения базируются на том, что я увидела два года назад, в апреле 2009 года. Может быть, не увидев я тогда того, что там происходило, были примерно аналогичные события, если вы помните. Оппозиция вывела на улицу большое количество людей. Два с половиной месяца центр столицы был перекрыт, с требованиями отставки президента Саакашвили. И вот вы знаете, если бы я этого всего не увидела, наверное, были бы у меня какие-то достаточно такие неоднозначные ощущения, потому что вывести такое количество людей на улицу уже чего стоит, да? Для России тем более это непривычно. Но и тогда стало понятно, и сейчас эти ощущения только подтверждаются, что даже при том, что есть какое-то количество людей, которые просто не могут быть встроены в действительно обновленную такую жизнь страны, при всем при этом на улице уходят не за этим. Как в свое время сформулировала Юлия Латынина, тогда описывая как раз те события, сказала, они же не могут выйти на улицу с требованиями вернуть взятки. Поэтому они говорят, Миша, уходи. Собственно, мое такое личное ощущение, что действительно это такие обиженные маргиналы, такой остаток того советского, что и Грузия пытается истреблять последние вот 6-7 лет. В вашей книге, ну, давайте будем говорить, уже дискутировать, да, потому что мне проще, я прочитал вашу работу, я не буду скрывать, мне она понравилась. Я читаю вообще, то, что касается Грузии, мне крайне интересно, и как журналист, и как человек. Я читал книгу Иса и Павла Шеремета по поводу упущенных, да, шансов, возможностей. Я не могу сказать, что вы восхваляете Саакашвили. Я не могу сказать, что вы как-то вот вообще превозносите то, что там произошло. Но, тем не менее, Лариса, я правильно понимаю, что реформы удались? То есть то, что задумывалось, удалось. И, кстати, неожиданно для меня, Нино Буржанадзе открывается в вашей книге совершенно с другой стороны, при том, что, ну, опять-таки, она была спикером парламента, кажется, с 2001 года, то есть еще при президенте Эдуардо Шевернадзе. Затем работала какое-то время Саакашвили. Затем вот сейчас мы ее видим как чуть ли не главного оппозиционера, по крайней мере, по версии российской пропаганды, да. Я хочу все-таки понять, насколько вы были искренни в написании этой работы, да, и насколько действительно то, что вы увидели, то, что вы, простите, пощупали, да, соответствует действительности. На самом деле Саакашвили и его команде удалось провести те либеральные реформы, которые дали уже определенный эффект. Мне кажется, знаете, что о моей искренности можно судить по моему тексту. Правду говорить чрезвычайно легко и приятно, что, собственно, я попыталась вот на этих 300 почти страницах изложить. Я приехала в Грузию первый раз в октябре 2008 года. Сказать, что много я до этого знала о Грузии, будет неправдой. При этом вы и не грузинский язык так же не знали. Я и не знала, и не знаю, и не являюсь грузинкой. У меня нет никаких ни финансовых, ни личных интересов в Грузии, ничего. И Саакашвили вам не платил. Мне никто не платил. И Саакашвили в том числе. Я приехала туда с интересом, потому что было уже слышно о том, что что-то там происходит. И мне вот в свое время, за год до моей поездки в Грузию, довелось познакомиться с Каха Автандиловичем Бендукидзе, который, ну вот сейчас это такой совершенно признанный титул, отец экономических реформ в Грузии. По разговорам с ним, потому что я читала и видела вокруг, было понятно ощущение, что там что-то происходит. Но когда я приехала, и мои попытки расспросить, что же происходит, и где об этом можно почитать, выяснилось, что почитать не так много где можно. Поэтому я начала этим заниматься. Это было прям вот как бы с чистого листа, не обременённо никакими мифами, впечатлениями, оценками, ничем. Я просто занималась тем, что мне нравится. Мне самой лично хотелось понять, что такое реформы, как их проводить, кто эти люди, которые делают эти реформы. Если не алгоритм, то, по крайней мере, механизм и тактика проведения реформ. У меня не стояла задача кого-то принизить, а кого-то возвысить. Или как-то каким-то образом не замечать ошибки и говорить, и превозносить там хорошие, успешные реформы. Поскольку цель моя стояла именно изучить реформы, которые удалось провести, это был просто основной угол моего зрения, что там действительно произошло, то я об этом и писала. Это не значит, что там не было неудач. Это не значит, что неудачи не надо рассматривать. Это не значит, что на этой книге должны закончиться все любые анализы реформы. Это вот последнее слово в этой теме. Абсолютно нет. Но то, что там было сделано, и то, что мне удалось изложить на страницах этой книги, это настолько много и настолько важно, что не говорить об этом просто, мне кажется, уникально. Я вам сейчас задам скроментальный вопрос. Так что же там было сделано? Да, каждый раз, когда мне задают вопрос, я думаю, какое же хорошее название у меня в итоге получилось. Во-первых, немаловажно, что реформы сделаны. Вот даже не каждой стране, ведь, если посмотреть на нашу хотя бы историю, когда была цель проводить реформы, они не всегда удавались даже проводить эти реформы, не говоря уже о том, чтобы добиваться положительного или отрицательного результата. Грузия удалось провести реформы. Более того, феноменальное количество реформ удалось провести успешно, привести к положительному результату. Более того, за эти вот, если мы говорим о реформах, конечно, лучше ограничиваться 2008 годом, потому что все, что было после, после августа 2008 года, еще и кризис финансовый, это немножко, как бы, очень существенные допущения приходится в этот анализ впускать. Так вот, за этот небольшой промежуток времени, с 2004 по 2008 год, сделано столько всего, что это не мои личные слова или мои личные оценки, или даже жители в той стране. Это говорят создатели международного общепризнанного индекса рейтинга легкой соведения бизнеса. Вот создатель этого рейтинга сказал, что за весь период наблюдения этого индекса ни одной другой стране никогда ни за какой период не удалось так много реформ за такой короткий период времени так глубоко их провести. Вот вы знаете, вы въедливый экономист, а я въедливый журналист, да, значит, я же вам не дам возможность вот просто мне лить в эфир, да, там, вот они там молодцы. Давайте начнем. Дебюрократизация, да, вот этот вопрос, который очень сложно произносится с точки зрения русского языка, но абсолютно актуален для нашей действительности. Что, Ларис, там произошло? Что сделали? Вот то, что было сделано, то, что я называю словом дебюрократизация, это же основа всего. Это не только экономические реформы, это все, это как бы смысл того, что произошло в Грузии. Минимизация государства во всех проявлениях. То есть в буквальном смысле? В буквальном смысле. Не только сокращение влияния государства на экономику, сокращение его функций, это сокращение госаппарата, это сокращение количества министерств и департаментов. Максимальное освобождение страны от всего старого такого наросшего, наросшего. Ну, в России вроде как-то же там сокращают, но по факту как-то вот не достигают этой цели, зато с точностью, наоборот, получается решение. Да, совершенно верно. А там? Прямо противоположное. Ну вот, хорошо, Саакашвили и его команда приняли решение сократить государство, да, вообще для России это звучит феерически, да. И дальше вот что происходило? В буквальном смысле увольнял пачками? Безусловно. Более того, я хочу сказать, что в одном из первых своих выступлений Саакашвили действительно сформулировал, что их цель это либеральная экономика. Во-первых, само по себе факт, что какой-либо президент произносит эти слова, уже необычно, да, но они действительно были произнесены, и они тем ценнее, что это было сделано. Либеральная экономика, вот во всех ее проявлениях освобождения от государства, она проявилась во всем. Требую примера. Пример, который, боюсь, что, наверное, то есть не боюсь, это очень хорошо, знают очень многие уже в России, это действительно очень хорошо. Полиция. Вот реформа полиции, слава богу, в последнее время, где-то последние полтора года заметно изменение дискурса, да, как к этому стали относиться в России. И тот факт, что, например, совсем недавно на НТВ 10-минутный эфир, описывающий успехи грузинской полицейской реформы и неуспехи, и возможные даже и будущие неуспехи российской полицейской реформы, неоднозначно дадают понять, что даже те, кто очень не любит Грузию, не могут не признавать этого факта. То, что мы все знаем, безусловно, то, что в Грузии нет ГАИ. Два месяца там не было вообще ничего. Всех сотрудников ГАИ, всех в один день уволили. Все. Два месяца, ну, то есть работа шла и до этого, но два месяца активно набор нового штата, подготовка, тренировка. И был создан дорожный патруль по американскому типу, которые ездят, следят за безопасностью на дороге, могут какие-то решать бытовые конфликты, но не имеют права просто, например, остановить и проверить права просто так, что было, собственно, основным источником Дании. Ну, коррупция фактически, да, узаконена. Да, и ведь почему реформа полиции вот в первую очередь всплывает в этом разговоре о дебюрократизации? Это просто очень настолько открыто, настолько символично, что, собственно, вот это здание Министерства внутренних дел, о котором, я тоже думаю, многие знают, прозрачное, красивое, сделанное абсолютно полностью из стекла, оно не оставляет равнодушным. То есть это, конечно, символ, и к этому надо относиться как символ. Но ни одна другая сторона Министерства внутренних дел, пожалуй, наверное, одно из самых закрытых министерств, не делает достоянием общественности. То есть реформа правоохранительных органов с точки зрения государственности, администрирования, ведения бизнеса, так же, как и для России, в Грузии был таким краеугольным и принципиальным моментом. И это удалось? Безусловно. Безусловно. Во-первых, важность этой реформы была в том, что она была приведена в самом начале. То, что реформа правоохранительных органов просто открыла возможность экономических реформ. Потому что, когда очень многое в государстве происходит на несколько иных таких взаимоотношениях. Вне правовых. Вне правовых, да, совершенно верно. То без реформирования этой отрасли и невозможно было бы проводить, как в таких условиях можно, например, приватизацию проводить. Или налоги собирать. Или там какие-то упрощать взаимоотношения государства с бизнесом, если и до этого государства было тут очень посредственно. Другие люди этим руководили. Это было важно и нужно. И то, что реформа произошла быстро в одночасье, она успешна, и она настолько успешна, что с самого момента реформирования по сегодняшний день рейтинг доверия Грузии, уровень доверия населения к полиции только растет. Вы знаете, вот последние данные, вот у меня буквально пару дней назад привезла их из Грузии. Евросоюз проводил мониторинг, оценку не только грузинской ситуации в полиции, но и по всем странам Евросоюза. Это они сделали еще, для Грузии сделали еще в прошлом году. Но когда руководители МВД посмотрели на эти цифры, они не стали их опубликовать. Они подумали, что в этом есть какая-то методологическая ошибка. Когда это повторилось в нынешнем году, ну, они посмотрели на это, сказали, вот видите эти цифры, вот рейтинг доверия сейчас 87%. 87% граждан Грузии доверяют полиции. Да, вот на эти цифры можно посмотреть и сказать, все, про полицию можно уже не говорить. С полицией все ясно. И это ведь не одна цифра. Там большое, действительно интересно, я советую обратить многим на это внимание, например, по такому показателю, когда население спрашивает, почему они не вызывают полицию, один из ответов, потому что они предполагают, что преступник может быть связан с полицией. В Европе есть эти значения, они иногда даже двузначные и серьезные. В Грузии эта цифра, если не ноль, то очень близка к этому. Страшно подумать, каковы цифры могут быть в России. Я напомню, что это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Сегодня у нас с вами в гостях Лариса Буракова, экономист, автор книги «Почему у Грузии получилось». Говорим о грузинских реформах, о том, что удалось сделать команде президента Саакашвили. Вопросы засылайте на www.finam.fm, звоните на 65 10 99 и 6. Лариса, в этой программе мы говорим все-таки об экономике, в меньшей степени о политике. Есть у меня другая программа «В 7 вечера». Там вот одна галимая политика. Я хочу понять, с точки зрения ведения бизнеса, вот у нас завтра часть предпринимателей, которые не вступили в договорные отношения с властью, причем не сами предприниматели, а их верхушка, конечно, будут бастовать. Вот они объявили забастовку, потому что переход со страховых взносов на СН по ним очень сильно ударил. Мы это в 7 вечера обсуждали. Что там? Вот я услышал и прочитал у вас, что достаточно легко открыть бизнес. Я не знаю, там, воров в законе, я так понял, ликвидировал Саакашвили, там, потрясающим каким-то уникальным законодательным актом, да, беспрецедентным в правовой истории. Я хочу просто понять, да, вот именно теперь бизнес. Давайте вот вы, как экономист, рассмотрите эту тему и четко дадите ответ нашим слушателям. Да, спасибо вам большое, что вы именно на этом концентрируете свое внимание. Действительно, я экономист и предпочитаю говорить об экономике отдельно от политики. То, что бизнес там открыть достаточно, просто, это еще мягко сказано, там, чтобы открыть бизнес, надо 5 минут потратить. Ну, это, конечно, зависит от формы, там, индивидуального предпринимателя, да, если говорить. Или там, зарегистрировать партию, или некоммерческую организацию. Это все вот делается просто вот столько, сколько занимает необходимость записать соответствующие данные. Или паспорт получить, или машину зарегистрировать. Все такие бытовые взаимоотношения государства с обычным человеком, они настолько упрощены, что, ну, просто нельзя об этом никак иначе, как вот исключительный успех. Ну, правда, что ли, за 5 минут? Правда. Вот предприятие можно зарегистрировать за 5 минут. А, собственно, а почему это должно вызывать какое-то удивление? Вот если посмотреть на саму эту процедуру, в чем ее функция? Только в том, чтобы знать, кто тебе должен платить налоги, да, формально. Более того, все то, что там происходило, не только даже сокращение этого времени, но и, как бы, вывод этих ненужных функций, как требование устава, или уставного капитала, или, более того, даже, собственно, вот этот факт регистрации ставился под сомнение, нужен ли он, да, или там юридический адрес. То есть, то, что я смотрю, я же много общалась с теми, кто эти реформы задумывал, разрабатывал и воплощал. Это совершенно такая какая-то бизнес-среда. Это бизнесмены на политических должностях, и они мыслят очень так инновационно, не побоюсь этого слова, в нашей стране. Думают, как бы еще упростить, не останавливаться на достигнутом, а что бы еще бы сделать? А почему бы, вот если у нас есть эта процедура, почему бы от нее не отказаться? Зачем она нужна? Нужна ли она нам? Это происходит постоянно. Это во всех отраслях, да, и регистрации бизнеса, и полиции, ну, все. Если говорить о том, каким результатом это привело, то же тут есть цифры, которые говорят красноречиве любых там оценок и ощущений. Экономический рост, инвестиции, приток иностранцев, например, в страну. Это же все о чем говорит? О том, что открытие границ не остается незамеченными для тех, для кого это может быть интересно. А где крыши? Я вот все жду, когда вы мне про крышу начнете рассказывать. Ну, наверное, можно говорить, что полиция — это крыша. Государство — это и есть крыша. В таком, скажем, в нормальной коннотации этого слова. Ну, а вот там вот внести чего-нибудь в кабинет какой-нибудь? Зачем, если это можно сделать открыто? Вот пример. Если вам надо... Вы идете получать паспорт удостоверения личности, да, внутреннее. По-моему, там без... Ну, то есть за минимальную плату это составляет 10 дней. Если вы хотите за 5 дней, заплатите. Если хотите за 2 дня, еще больше. За 3... За день еще больше. За 5 минут еще больше. И все, и он у вас будет. Официально? Официально. Ну, конечно, эти все расценки есть в интернете, на сайтах, даже на русском языке. Заходите, смотрите. Слушайте, ну какая-то сказка, а? Вы ощущаете, что вы побывали в сказке? В сказке? Ну, на самом деле, все-таки не хочется говорить... Я без иронии это произношу, на самом деле. Потому что вы же вернулись в Россию, вы же российский экономист, да? И резидент Российской Федерации. Больдово не планирую пока никакой другой становиться. Так. Мне это чрезвычайно интересно, в том плане, что когда, казалось бы, вот Грузию в России же вообще не иначе как своими никак не называют, да? Ну, какой-то вот свой такой регион. И вдруг что-то получается такое необычное, и то, во что никто не верит и даже продолжает не верить до сих пор, это пытаются списать на ментальность, на культуру, на традиции. Но если все посмотреть в Грузии, по таким оценкам должно было быть еще хуже. И если там это произошло, то меня это вот не столько сказка в Грузии интересует, сколько осознание, что это реально, и что это можно сделать здесь, в России. Собственно, с этими мыслями, идеями, интересами я туда ездила. Знаете, я когда прочитал вашу книгу, почему Грузия получилась, да, у вас там, ну, такой герой, да, Каха Бендукидзе, безусловно. Вы отдаете, даете ему возможность высказаться, да, много примеров приводите. Я всегда считал себя либералом, но Каха, по-моему, вообще радик, еще правее меня даже находится, да. И вот те законодательные акты, ведь он откровенно говорил, да, я вносил в законопроекты максимум, чтобы получить хотя бы половину там. Я так понимаю, что у сторонников либеральных экономических реформ и в Грузии были реальные, серьезные противники. Конечно. Ну как же без противников? Без противников нельзя. Потом, если люди обновились, и современные, и новые, и мыслящие в терминах что-то поменять, это еще не значит, что они мыслят с позиции либеральных таких, да, взглядов. Ценности. Тот же, например, западное образование, например, для либеральных ценностей, оно не всегда в плюс, чаще в минус. Поэтому, конечно, приходилось много убеждать. И то, что Каха Бендукидзе на таких жестких либеральных позициях, но это действительно большой успех. Большой успех для Грузии. Это было большим успехом, когда Каха Автандилович был здесь, в России. Да, я напомню нашим слушателям, кто забыл. Он же был у нас одним из олигархов, на самом деле, российских. Говоря о том, как он влиял, я имею в виду не столько его олигархическое прошлое, сколько влияние на общественно-политическую дискуссию. Во всех кружках, сообществах, клубах, в которых он состоял. У меня есть небольшой такой перечень книги. И я просто знаю людей, которые с ним общались здесь. Какой такой интеллектуальный стимул он давал. Собственно, в тот период же он и сам черпал эти идеи. Многое, что, например, сделано в Грузии, обсуждалось в России. И я знаю тех коллег, которые сидели вместе с ним за одним столом и разрабатывали эти идеи как нечто теоретическое. И то, что Кахи Автандиловичу выпал шанс это реализовать в Грузии, но это только подтверждает то, что эти идеи работают не только в теории, но и на практике. Я правильно понимаю его главный принцип? Государство минимум, частная инициатива максимум. Да, безусловно. Собственно, вот эта его коронная фраза, которую он сказал, прилетев в Грузию, получив приглашение стать министром экономического развития, он сказал, продается все, кроме совести. Ну, по-моему, сказать лучше нельзя. Да, это же крылатая фраза. Продается все. И он продавал. Он продавал. Слушайте, для меня было открытие, я сейчас столько к Ларисе обращаюсь, к автору этой книги, сколько к вам, уважаемые слушатели. Здравоохранение в Грузии приватизировано. Она принадлежит, здравоохранение принадлежит как отрасль, в частным компаниям. Лариса, это вот так. Ну, вот здравоохранение как раз сейчас находится в процессе перехода, потому что это одна из последних таких вот заметных реформ, и она проходила как раз во время кризиса внешнеполитического и внешнеэкономического. Поэтому говорить о таких значимых, серьезных успехах сейчас пока еще рановато. Нет, сам тренд, Лариса. Я знаю. Заговорите в России об этом, вас сметут просто. Меня убеждать не надо в том, что этот тренд уже заслуживает отдельного внимания. Я просто опасаюсь, что некоторые слушатели воспримут это критично, посмотрев на цифры и на факты. Но, вы знаете, меня совершенно это не смущает, не удивляет. Мне кажется, что вот уж то-что здравоохранение я уж точно не отношу к каким-то особо стратегическим объектам. Я вообще ничто не отношу к стратегическим объектам. И пример Грузии доказывает, что это действительно работающий подход. Ведь продали, например, водоснабжение. Или выработка электроэнергии, куда оказалось стратегичнее. Или сейчас обсуждают возможность приватизации железной дороги, почты. Порты были приватизированы. То есть, можно сказать, святая святых. Ну, не все так, конечно, гладко. До времени прошло совсем немного, но о чем тут говорить. Вот вы, кстати, в книге пишите о том, что те реформы, которые были проведены за последние годы, в общем-то, свернуть можно. Было бы, скажем так, желание у определенных кругов. И что прошло время, времени очень мало. И, в общем-то, традиции только вот такого общества, они нарождаются, по большому счету. Не было еще и смены поколения. Вот, по вашему мнению, действительно реформы еще пока обратимы? Смотря какие. Конечно, никто не поставит сейчас гаишника, который будет пройдетки. То есть, кто поставит, он будет политическим трупом. Ну, вот как? Как это можно сделать физически? Я просто не могу себе представить. Может, у меня фантазия маленькая, но я пока не нашла никакой возможности. Российские автовладельцы просто плачут сейчас. Да, там действительно есть о чем поплакать. Или какие-то такие вещи, которые действительно стали уже настолько... Или там сделать так, чтобы света в домах не было. Ну, это, конечно, можно, но кому это нужно? То есть, если стараться что-то испортить, можно испортить. Но какие-то вещи все-таки, они настолько базовые, они настолько норма жизни, что и зачем откатывать назад? Собственно, задача ведь реформ не сами реформы, да, а как бы результаты. И вот тот результат, который наработан, это же вот не для кого-то, какого-то абстрактно. Это вот для жизни или дороги построить. Но можно их, конечно, раздолбить, но это кому надо. Какие-то мелкие, точечные откаты, они даже уже заметны сейчас. По каким-то небольшим изменениям, потому что Грузия живет не в вакууме, у нее есть Евросоюз, у нее есть сопредельные страны, в конце концов, Россия. Поэтому приходится, конечно, как-то это все адаптировать. И нельзя говорить, что если сейчас произошли какие-то откаты назад, все, все реформы сворачиваются, с либерального пути уходим. Нет, конечно. Но просто надо понимать, что какой не только тренд, но какая база там заложена. Если государство само разрабатывает акт экономической свободы, то, что сейчас пока это в теории, к сожалению, пока до сих пор продолжает оставаться, планами, когда государство само для себя накладывает ограничения, юридически зафиксированы, но откаты могут быть такие незначительные, что их тоже можно потом будет преодолеть. Но мне действительно хочется в это верить, и то, что я вижу, как сейчас развиваются события, мне кажется, что это не просто мои мечты, это такой тренд развития. Тут послушайте, в России, когда применительно к экономике, наши чиновники рассуждают, они говорят, там, львиная доля, да, 90% это все стратегические отрасли, все стратегические, естественные там и так далее, да. В массе своей, у никого не хочу обидеть, россиян есть вера в сильное государство. Ну вот государство, да, вот ощутите это слово. Лариса, а в Грузии как? Подзабыли об этом? Да нет, наверное, конечно. Конечно, есть люди, которым хочется получать качественные продукты бесплатно, и они почему-то называют это государством. Ну, не только в Грузии, во-первых, везде. Что они действительно не соответствуют действительности. Но то, что произошло в Грузии, в плане вот как это в свое время сформулировал журнал Economist, британский журнал, что произошел ментальный перелом, оно ощущается. Вы знаете, оно настолько ощущается, что я не могла представить, Ну ладно, это британские, а вы вот это пощупали? Я это настолько ощутила, что... Ну, мне действительно, может быть, не совсем мои ощущения здесь уместны, потому что я первый раз была в 2008 году. У меня нет вот такого гэпа. Но я вижу людей, которые приезжают туда или возвращаются в Грузию. У меня полно таких знакомых. Или, например, когда в аэропорту я стою в очереди, чтобы получать визу, и рядом со мной этнические грузины, которые большую часть провели в России, вернулись в первый раз, и они еще не успели зайти в страну. Они только спустились с трапа самолета, и это такие эмоции. Но это только на грузинском языке можно их, наверное, передавать. Это ощутимо. Лариса Буракова, экономист, автор книги «Почему у Грузии получилось сегодня в схому остатки» на Финам. Давайте теперь и ваши вопросы, и комментарии я буду зачитывать, и вас выпускать в эфир. 65, 10, 99, 6 для звонков и 3w.finam.fm для ваших писем. Так, вот здесь мне самый главный нравится вопрос. Владимир его пишет и задает, да? Если вы так считаете, имеется в виду, что у Грузии получилось. Почему народ Грузии такой нищий? Тут важно посмотреть, каким он был до этих реформ. Был он богаче? Нет. Становится жить хуже в стране? Нет. Нет, нельзя добиться... То есть мне, конечно, очень хочется, и я оцениваю всё с таких позиций, что всё надо добиваться всего и сразу. Но жизнь, она немножко сложнее. То, что мы видим, происходит в плане именно жизни обычного конкретного человека, даже пусть не занимающегося бизнесом, пусть не инвестора. Обывателя. Обывателя. Этого нельзя не замечать. Вы знаете, когда такая основная группа сопротивления, это, безусловно, таксисты, ну, все об этом знают. Почему? Кто эти таксисты? Это, цитата, высокопоставленные, высоковыклифицированные сотрудники, бывшие сотрудники, значит, этих тех бывших министерств, их всех уволили, они стали теперь таксистами. И они, значит, рассказывают своё ощущение. Всё плохо, вот нас выгнали, а мы же самые силы, мы же профессионалы. На вопрос, жизнь стала лучше, да нет, вот всё бы хуже. Ну, а что? Что-нибудь хорошее было? Ну, да, вот полиция. Хорошо, а что ещё? Да вроде ничего. А дороги? Ну, да, и дороги, да. Всё? Да. А свет? Да, и свет в домах, правда. То есть наводящие вопросы походят на интересную дискуссию. Ну, с одной стороны, это, конечно, можно понять, что это действительно такие базовые вещи для человека, что когда они есть, ну, наверное, действительно не имеет смысла благодарить за это государство очень долго. Оно есть, это норма. Да, это хорошо, к хорошему быстро привыкаешь. Но в то же время не замечать и говорить о тех ещё оставшихся проблемах, да, или которые предстоит решить, как о результатах этих реформах, но это просто выдавать желаемое за действительное. Дальше идём. Добрый вечер. В эфире как вас зовут? Алло. Добрый вечер. Меня зовут Игорь. У меня вопрос будет к Ларисе. Я обязательно, во-первых, прочитаю вашу книгу. И я очень рад, что у наших соседей всё так хорошо. Лариса, меня вот интересует ваш взгляд, ваша правда о конфликте грузино-осетинском. И второй момент. Зачем это нужно было Грузии, если так всё хорошо? Спасибо. Тянете нас в политику. Да, к сожалению. Ну, понятно, что тема Грузии, она ещё и подогревается российскими властями, которые делают такой чёрный пиар этой стране. Но моя позиция, хоть, конечно, я старалась её всячески отодвинуть от моего предмета, моего исследования, оно так или иначе в книге всплывает. Но, наверное, всё-таки самое отчётливое, отчётливее всего, говорит карта, которая представлена в книге на первой странице. Вот некоторые люди уже задают мне вопрос, а почему самостоятельные государства Абхазии и Южной Осетии вы включили в границы Грузии? Ну, вообще-то международное сообщество или Грузия сама, это не я включила, это они включили ещё давно. Вот, поэтому это моя позиция, но расширять я... Да, я всё-таки прошу, уважаемые слушатели, мы в этой программе с вами говорим об экономике, о тех реформах экономических, социальных, которые были проведены в Грузии. Я понимаю, что всё коррелируется с политикой, да, но, как выяснилось, всё-таки в Грузии не настолько эти вопросы скоррелированы, как в России, да, здесь чихнёшь и, извините, гриппом многие заболеют. Поэтому давайте экономика 65, 10, 99, 6, www.finam.fm. Гренда, так она подписалась. Первый вопрос. Смогли ли выяснить стратегическую модель экономики Грузии? Какие отрасли и направления должны стать ключевыми по доходам? Я не совсем понимаю, что такое должны стать ключевыми. Станет ключевым то, что получится. Грузия открывает свою экономику, открывает границы физически, во всех смыслах. Там для большинства стран нет въездной визы вообще. Таможенные сборы минимальные. Налоги сокращены с 21 количества до 6 при масштабном сокращении ставок этих налогов. И дальше можно перечислять ещё очень долго, собственно, всему этому посвящена эта книга. Грузия открывает и выводит государство из границ экономики. И, собственно, то, что получится, то и получится. Бизнес как вода, которая всегда найдёт себе дорожку. И, собственно, мы видим, что это происходит. И переориентация, которая произошла за этот небольшой период, она впечатляет. И, например, тоже такие, как сказать, стимулы со стороны российского государства, которые произошли за этот некороткий период, они же... Вы имеете в виду санкции, которые были введены? Да, это и повышение цен на газ, это и эмбарго вина и минеральной воды, и вообще торговая блокада, почтовая блокада, транспортная блокада, высылка грузинских граждан, проблемы с бизнесом у грузин здесь, в России, не выдача виз грузинам в Россию. Это военно-дипломатическое давление, ну и, в конце концов, кульминация в виде войны. Это же всё, знаете, как вот неоднократно уже мы все тут цитировали, всё, что вас не убивает, делает вас сильнее. Россия сделала Грузию сильнее всеми этими попытками. То есть сказать спасибо, ну это немножко, конечно, так цинично, наверное, в данном случае. Но с точки зрения грузинского общества это может быть и спасибо. Это и спасибо, безусловно. Если экономика стала настолько адаптивной, что даже в 2008 году во время войны и финансового кризиса она продолжает положительно, то есть экономический рост составляет там 2% с плюсом, а не с минусом. Как не иначе, как это силы трактовать? Лариса Буракова, экономист, автор книги «Почему у Грузии получилось сухой остаток финам ФМ». Ещё один вопрос, насколько сейчас Грузия зависит от внешней финансовой помощи и когда планируется выйти на финансовую самостоятельность. Лариса, я зачитываю вам письма, как они приходят. Я никогда не предмодерирую ни звонки, ни письма, поэтому отвечу. Да, совершенно понятно. И действительно, этот вопрос очень часто всплывает. А вот, кстати, и Павел вам тут уже задает вопрос, каковы размеры иностранной финансовой помощи Грузии. Пожалуйста, ваш взгляд. Потому что я же вот 2 года примерно занималась этим проектом, а начала об этом говорить. Информации было так много, меня так распирало, что где-то уже, наверное, через полгода после того, как я начала всем этим заниматься, какие-то были встречи, обсуждения, семинары, лекции в разных аудиториях с разными людьми. Безусловно, всегда возникали только вот эти вопросы, что Грузию кормят американцы, что она сама из себя ничего не представляет, сплошные дотации и так далее. И это стало настолько очевидным, то есть этот поток этого направления гляда на Грузию только через эту призму стал настолько очевидным, что написав книгу, я поняла, что без ответа на этот вопрос не обойтись. И он у меня выведен в самое начало. Вот тот, кто даже не осилит, например, всю книгу, он может прочитать первые 10 страниц. Там собраны ответы на часто задаваемые вопросы. Но это даже не вопросы, это заявления, утверждения. То есть люди, которые задают вопросы, они делают это, наверное, очень политически корректные люди. А обычно это как заявление. Но так вот, если посмотреть на цифры, Соединенные Штаты Америки давали Грузии денежную поддержку и до реформ. В больших объемах. До Саакашвили, в президентство Шварнадзе. Совершенно верно. Где те результаты? Соединенные Штаты Америки дают финансовую поддержку и другим странам. Где эти результаты? Нельзя все сводить непосредственно к какому-то одному фактору, который, на мой взгляд, больше в минус Грузии, чем в плюс. Потому что либеральная экономика, она в ней в том и плюс, что она самостоятельно развивается лучше, когда она самостоятельна. А не когда идет какая-то поддержка, подпитка и, соответственно, нет понимания реальности. Слушайте, тут просто масса, оказывается, вопросов именно с этой финпомощью, да? То есть все забрасывают. Ну, вы ответили, все. Да, надо просто смотреть на цифры. Не читайте советских газет, а смотрите статистические сборники. Да, лучше конкретика, нежели некая абстракция. Виталик пишет, Лариса, интересно, а местные олигархи есть? Олигархи есть? Олигархи, если говорить о связи бизнеса с государством, нет. Нет, вот в российском понимании. Нет. Но богатые люди есть. Да. Состоятельные люди. Да. Ну и... Вы знаете, кто считается одним из самых богатых бизнесменов в Грузии? Зять бывшего президента Эдуарда Шварнадзе. Это вопрос о том, что в Грузии, значит, купленный бизнес или там лояльные власти только, может, один из самых... Ну, считается, что богатый самый человек. Угу. Ну, и российский такой вопрос. А второй, знаете, был, кто... Извините, что я перебиваю. Да, нет, нет, нет. Просто это настолько, да. Второй акционер вот этой крупнейшей компании сотовой связи, Мактику, это была семья Бадри Патарксишвили. Да, очень известная фигура и в российских масштабах, и в грузинских масштабах. Но Бадри уже нет. Да, но олигархом, грузинским олигархом его, наверное, назвать было нельзя. Угу. Но все-таки я задам этот вопрос, который... Он исключительно российский. Виталий тоже спрашивает. Не прессуют ли мелких предпринимателей через дружественные правоохранительные органы и госструктуры? Вот, понимаете, в российском сознании, Лариса, и мне что вас агитировать за советскую власть? Вы же это прекрасно понимаете, да? Ну, то есть вот людям хочется услышать, ну, да, там прессуют так потихонечку. Да, знаете, это как я часто говорю, когда я рассказываю, мне говорят, ну, ладно, это что там плохо. Просто у людей нехватка отрезательной информации. Ну, да, ну, скажи хоть что там вот такого плохого. Знаете, на самом деле, ведь примеры эти есть, они даже и в моей книге описаны, и они не только этим ограничиваются. Конечно, есть какие-то такие вопиющие факты некорректного поведения и властей в том числе. Например, когда произошла вот эта винная эмбарго, и вина оказалось настолько много, что президент принял решение, что бизнес цель направленно, самостоятельно, по разнарядке должен приобретать этот виноград, и с ним что-то сделать. Ну, конечно, бизнесмен, который занимается строительными материалами, ну, какой ему виноград? Там, большая часть этого винограда пропала, все равно, так или иначе. Или, например, часто очень бывают случаи, когда ведь государственные аппараты сейчас такие молодые, амбициозные, такие, как бы сказать, не то чтобы идеальные, но стремящиеся к идеалу сотрудники, которые боятся сделать какую-то оплошность, дабы не быть уволенными, или дабы, чтобы их не восприняли, что вот они приверженцы той старой модели. И они действительно, может быть, хотели как лучше, а получилось как всегда. В данном случае не как всегда, а в том плане, что есть какая-то своего рода попытка продемонстрировать свою способность что-то делать, и не всегда она заканчивается. Ну, то есть это на самом деле не нивелирует инициативу, люди продолжают инициировать. Потому что, понимаете, когда вот у человека страх что-то там вот совершить, да, инициатива пропадает напрочь. Нет, нет, бессловно, если бы это было так, то мы просто не видели бы этих цифр экономического роста, притока иностранного капитала, их бы просто не было. Тут можно как угодно к этому относиться, но цифры говорят сами за себя. Люди, которые голосуют за эти изменения собственными деньгами, инвесторы это самый, на мой взгляд, такой очевидный показатель. Это не сидеть в студии, в хорошей студии радио и обсуждать эти реформы, а деньги свои туда носить. Вот если люди туда несут и продолжают нести, даже несмотря на то, что там на улице сейчас происходит, несмотря на войну, несмотря на непростые отношения с Россией, они продолжают это делать, значит, это там возможно делать. Пузырь иностранных инвестиций? Лариса, мы с вами договорились, считаю, вопрос. Нет, я просто думаю, может быть, я не совсем что-то поняла. Как поняли, так и отличались. Дело в том, что все эти пузыри, о которых мы в последнее время часто слышим, это пузыри увеличения государственного вмешательства, которые, безусловно, когда-то лопаются. В Грузии действительно большая доля госрасходов, не принципиально, конечно, большая относительно того, что было, или того, что было в России, того, что есть в России. Я не считаю, что это правильно, что это такие высокие госрасходы, но то, как я сейчас себе вижу то, что происходит в Грузии, мне за этим интересно понаблюдать. Грузия, грузинское государство много вкладывает в какие-то действительно бизнес-проекты, но не потому, чтобы задавить бизнес, а для того, чтобы бизнес простимулировать. Казалось бы, совершенно небывалая вещь, да, потому что обычно бизнес наиболее амбициозен, вот ищет какой-то возможности. В данном случае эту роль выполняет государство. И вот у меня тоже цифры, недавно привезенные из Грузии, о количестве экспорта и реэкспорта автомобилей в Грузии. Недалеко от Тбилиси, в 30 минутах езды, государство создало такой рынок в основном поддержанных автомобилей, там соответствующая, значит, государственная регистрационная компания, ну, в смысле, там, где получают права, да, там вот эта растаможка, вот большой такой комплекс, это было сделано 2 года назад, когда это все заработало, вот цифры, например, на 10-й год, в январе произошло где-то полторы тысячи, вот, экспорт или реэкспорт, в полторы тысячи штук. В 2011 году на январь было уже 2,5, а если в апреле тоже, в 10-м году где-то тоже эти полторы тысячи были, то сейчас уже 5 тысяч, в апреле 11-го года имеют, уже 5 тысяч. Я о чем это говорю? О том, что государство нашло эту золотую жилу, потому что это считается сейчас одним из самых перспективных и эффективных экономически выгодных бизнесов. Это сразу поняли бизнесмены, и вокруг этого рынка начали вырастать частные, отдельные какие-то, вот, тоже рынки сейчас строятся, там, поля покупаются, площадки под это делают, собираются строить мегамол автозапчастей и так далее, жизнь пошла. Но для этого вот этот вот толчок должен был быть почему-то произойти со стороны государства. Но это, конечно, не почему это, потому что действительно настолько все было развалено, просто не было этой институциональной, как бы институционального вот этого фактора активности бизнеса, что он просто перестал выполнять свою основную функцию, инициировать проекты. Этим сейчас занимается государство. Павел пишет, что с нуля поднимать несложно, а каковы тенденции дальнейшего развития? Не захлебнутся ли реформа? В ожидании, что у соседей все-таки корова сдохнет. Даже я бы сказала, не только с нуля, а с минуса. Грузия-то все-таки выходила с минуса, надо отдавать все должное. Мы видим цифры, которые говорят о том, что это движение продолжается. Да, сейчас немножко экономический рост замедлился, и это, как формулируется в Грузии, это проблема. Что экономический рост меньше, чем двухзначное число, это недопустимо мало. Но это действительно так. Для Грузии, при ее возможностях, это действительно так. Но цифры экономического роста — это одно, но вот это общее ощущение, которое действительно, вероятно, можно передать или понять, только находясь там, нет этого ощущения, что сейчас что-то произошло, и потом тишина, и потом пустота. Это идет такое, знаете, постепенное, последовательное развитие, из этого начинает вырастать все новое, новое, новое. Как можно себе представить, что, например, построенные дороги, здания, обновленный город в одночасье перестанет быть таковым, ярким, привлекательным, привлекающий туристов, бизнесменов. Что должно для этого произойти? Реформы, о которых, вероятно, говорит наш слушатель, действительно, большая часть заметных таких реформ, на которые все обращали внимание, этот период прошел. Продано настолько много, что, говорите, о приватизации, нет, безусловно, еще остались эти объекты. Но, тем не менее... Но Бендукидзе практически достиг выполнения собственного жакрилатого выражения. Ну, там есть еще что делать, безусловно, но просто это не так заметно, не так ощутимо, что что-то происходит, но оно происходит. Происходит улучшение этого или удержание этого достигнутого уровня. Это тоже достижение. Поэтому, мне кажется... Лариса, это был шок, вот по вашему мнению, то, что... Для кого? В нулевые, да, кстати, в нулевые сделал Саакашвили для грузин, самих обывателей. Вот сразу вспоминается некая аналогия того, что мы пережили в начале 90-х, да? Саакашвили нигде не объявлял, что он проводит шоковую терапию, но вы, как уже сказали, он заявил о либерализации, да, то есть, что либеральные ценности ставятся во главу угла. Для обычных, простых грузин это был шок? Безусловно, конечно, ни одна реформа не может проходить так, что от нее будут только получать положительные результаты. При проведении любой реформы есть группа, которая страдает. При увольнении ГАИ все остальные, кто ездит на машинах, рады, увольненные ГАИшники не рады. И по-другому быть не может. Вопрос в том, насколько радикально и насколько с целями достигать именно цели проводятся эти реформы. Если они так растянуты, немножко туда, немножко сюда, мы создадим вид, что что-то меняем, но ничего не меняется, от этого не становится лучше. Вы знаете, мне кажется, даже хороший такой пример, иллюстрация того, как проводились эти реформы, наверное, мое личное такое ощущение того, что происходило сейчас в Батуми. Я была там в десятом году, последний раз в Батуми. Тогда весь центр был перерыт. Там невозможно было пройти. Все тротуары, все раскопано. Сказать, что это хорошо, язык не поворачивается. Что там происходило? Меняли коммуникации. Сто лет не производился никакой ремонт. Ну, там, за исключением каких-то мелочей. Все пришло в такую негодность, и с этим сталкивалась каждый житель. Но да, вот то, что это вылезло наружу, то, что два года шли эти ремонтные работы, что по тротуару невозможно было пройти, что это грязь, это проблема. Но их надо преодолеть, чтобы потом все у тебя было хорошо. Если ты будешь растягивать вот этот период столетней, значит, консервации этой неработающего механизма, тебе станет еще хуже через несколько лет, чем то, что можно сделать сейчас, когда есть силы, возможности, желания. И мое глубокое убеждение, что от того, что реформы в России не были, во-первых, не с такой целью они были проведены, изначально цели такие не ставились, и то, что они не были проведены радикально, и то, что называется шоковой терапией, это характеристика неудач действительно реформ, а не то, какими эти реформы могли бы быть, это большая беда России, которую нам еще предстоит только решать. Лариса Буракова, экономист, автор книги «Почему Грузия получилась» 65 10 99 6 3w.finam.fm Марк пишет, возвращаются ли сейчас граждане Грузии, уехавшие ранее из страны, в силу экономических трудностей? Трудности... А, уехавшие. Да, да, возвращаются. Да, 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 действительно, очень много людей. И даже среди моих знакомых есть такие люди, и цифры говорят. Ведь грузины уезжали из страны не от большой любви к этой стране. Наиболее амбициозные люди, которые ищут каких-то возможностей самореализации, они были вынуждены из них уезжать. Действительно, даже то, что произошло, например, вот новый созданный государственный аппарат, это же люди в большинстве своем вернувшиеся. Кто из Москвы, как Каха Бендукидзе, кто из Соединенных Штатов Америки, кто из Великобритании, это все те грузины, которые в свое время уехали. Почему так получилось? Потому что это амбициозные, талантливые люди. И они нашли возможность реализовываться в других странах. Но когда они поняли, что здесь, в своей стране, ты можешь быть востребованным, и твои знания, навыки, они будут не только восприняты, но ты сам сможешь их действительно проводить, они же все вернулись. Их же не надо было туда заманивать, какими-то сказками рассказывать. Они просто увидели... Вот я знаю много таких примеров. Люди говорят, я что-то начал слушать, смотреть, там что-то поменялось, мне так захотелось. Вот я же учил, я же вот всегда об этом мечтал. То есть они там состоялись, но при этом вернулись. Кто-то состоялся, кто-то нет. Есть большое количество людей, которые не уезжало. Они настолько просто молоды, что они физически не успели уехать. Кто-то оставалась, какая-то часть оставалась, и даже в правительстве Шварнадзе пыталась проводить реформы. Другое дело, что к результатам они таким не привели. И не могли привести. Это не только состоявшиеся люди на Западе, но, по крайней мере, факт отъезда их тогда не означает, что нет необходимости и возможности возвращаться сейчас. Люди это чувствуют и возвращаются. Добрый вечер, вы в эфире как вас зовут, Алла? Добрый вечер. Добрый. Александр. Вообще, на самом деле, я сейчас посмотрел цифры, вот просто в интернете зашел. Ну, смотрите, экспорт в Грузии практически не растет. Импорт в несколько раз превышает экспорт. Госдолг стремительно примерно на миллиард долларов в год увеличивается год за год. Общий долг уже больше 80% продолжает расти. 80% так или иначе безработных. Дукет сейчас распродастся остатки собственности. Пройдет 2-3 года. Вот так вот просто посмотрим. Ну и дальше что? Вы понимаете, я как бы вот отключаюсь от всех эмоций и смотрю на цифры. Да, спасибо, пожалуйста, Лариса. Спасибо за вопрос. Действительно, во-первых, не всем цифру можно доверять. Я вот даже столкнулась с тем, что, например, Википедия, говоря об экономике Грузии, действительно, совершенно неправильно просто цифры приводит. Поэтому, пожалуйста, надо обращать внимание на то, какой это источник информации. По поводу цифр 80% безработицы, ну, это просто не соответствует действительности, потому что безработицы... То есть это ложь? Это ложь. Это ложь, это подмена понятий, и распространяемая, в том числе, оппозиционно настроенными гражданами в Грузии и поддерживаемые здесь, в России, они в это число добавляют самозанятых. Но это не выдумка, это не прихоть грузинского руководства, это общепризнанные положения вещей. Если человек сам себя обеспечивает, делает там какой-то сельским хозяйством заниматься или еще что-то, он все равно работает, но на себя. Поэтому, безусловно, число безработных их включать просто недопустимо. Безработица высокая, действительно, 17%, 15% — это высокие цифры, и с ними предстоит еще бороться. Но они действительно не 80%. Что касается экспорта... И растущего внешнего долга. Госдолг — это очень интересная тема. Во-первых, нельзя вот сейчас просто так брать цифры в отрыве от всего происходящего. Вот если мы посмотрим на госдолг до реформ, который составлял 46%, и посмотрим на величину госдолга в 2007 году до кризиса, до войны, он составлял 18%. Проценты разные. А величина — это была примерно одна и та же, 1,8 миллиардов составляла. Выросла экономика, курс лари усилился. И относительно значения этого госдолга сразу же стремительно сократилось. Да, после войны, после кризиса пришлось опять войти в новые финансовые обязательства, но более того, то, что произошло сейчас же в Грузии, это же уникальный случай. Они сразу после... То есть, нет, даже накануне войны, накануне, я не имею в виду весной, в апреле 2008 года, совершенно о никакой войне речи не было, Грузии удалось выпустить еврооблигации на сумму в полмиллиарда долларов под достаточно низкую ставку, 7,5%, с выплатой в 2013 году. Что произошло сейчас, в апреле нынешнего года? Грузия провела переструктуризацию этого долга, она выпустила те же еврооблигации на те же полмиллиарда долларов, но ставка гораздо ниже, тем самым погасив большую часть того займа. И это о чем говорит? О том, что занимать деньги стало дешевле. Инвестор охотнее смотрит на Грузию с большей надеждой. Да, может быть, величина сама большая, и никто не говорит, что государственный долг, большой государственный долг – это хорошо. Но Россия жила с таким долгом долгое время. Никаких проблем и никаких пророчеств о ее скорой кончине тогда никто не говорил. С этим предстоит бороться, но надо смотреть на процесс этого развития, на то, как развивался этот процесс. Говоря об экспорте и импорте, можно посмотреть не то, какой экспорт в целом, а, например, как изменилась структура экспорта. Если большая часть раньше уходила в Россию, это и вино, и минеральная вода. Россия была, например, единственным поставщиком газа в Грузию. Что произошло? Спасибо, опять-таки, то, что мы говорили, спасибо российскому руководству. Грузия за несколько лет смогла настолько переориентироваться, что не только она повысила качество вина, потому что то, что шло в Россию, практически не имело отношения к грузинскому вину, не только повысила качество, но и нашла новые рынки. Рынок на Украину намного увеличился, в Соединенные Штаты вырос. Электроэнергетики, например, стала хватать не только для своей, не только внутри страны, но ее стало так много, что с 2007 года Грузия стала не то экспортером электроэнергии, а с 2009 она стала поставлять энергетику во все сопредельные государства, включая Россию. Они нам экспортируют электроэнергию, чтобы было всем понятно, о чем идет речь. Как иначе можно про это говорить? Любой слушатель имеет право на свое суждение. Да, просто надо обращать внимание на то, на какие мы цифры смотрим. И источники, как вы сказали. Во-первых, источники, во-вторых, любая цифра, нельзя на нее смотреть отдельно. Нужно смотреть, что было, какая тенденция, сопоставимые, сравнивать это с другими странами аналогичными, для того, чтобы понимать масштабы. Ну а для того, чтобы красиво сказать о том, что безработица 80%, можно на цифры даже не смотреть. Очень короткий вопрос. Мы уже выбрали из-за рамки нашего эфира, но тем не менее. Лариса, вот то, что вы увидели, то, что вы описали в своей книге, хоть что-то можно применить в России? Если будет другая власть, очень многое. На самом деле, во-первых... Это исчерпывающий ответ. Да, вы знаете, с одной стороны, то, что произошло... Имеется в виду другая российская власть. Да, другая российская власть. Многие технические какие-то моменты Россия уже перенимает по-тихому или более активно, так как мы видим с интересом к реформе полиции, но перенимает. Другое дело, что ведь перенимать-то надо не какие-то технические моменты, как и что сделать. Перенимать надо метод, то есть понимание, как эти реформы проводить. То, что произошло в Грузии, это же не было калькой с какой-то другой стороны, с какого-то другого времени. Грузинские реформаторы делали то, что нужно Грузии сейчас, и то, как они считают это нужным. И вот это надо перенимать и делать. Но, безусловно, изучая грузинские реформы, нельзя не прийти к выводу, что все это возможно только при наличии политической воли. Говорить о том, что у нашего руководства возникнет желание поменять самого себя, самое себя, самих себя, не приходится. Спасибо вам большое, Ларис. Я вам благодарен, как читатель, обычный россиянин, за ту работу системную, которую вы провели. Я рекомендую, это не реклама. Я рекомендую вам, уважаемые слушатели, дамы и господа, найти книгу Ларисы Бураковой «Почему Грузия получилась». Наверка, с чем-то вы не будете соглашаться с Ларисой, с чем-то согласитесь. Но автор книги и не ставил себе задачу, вот знаете, вас сагитировать за советскую власть, в данном случае за грузинские реформы. Но это очень важная и интересная работа, особенно с учетом того, что происходит в нашей стране. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо всем. Далее новости.